Взаимосвязи между различными функциями или видами активности националистических организаций. Перед нами 7 видов активности. Вот они здесь перечислены, закодированы, точнее, названы переменные. По-простому, чтобы было удобнее с ними оперировать. Почему здесь логолинейный анализ оптимален? Потому что мы имеем дело с номинальными переменными дихотомическими, закодированными 0 и 1. Единица присутствует в данной функции организации за изучаемый период. Это период 14-15-16 годы. Или отсутствует. Подробный логолинейный анализ я описал на своем сайте. Вот в разделе «Методы» есть кнопка «LogLinearRegression». Здесь и азы логолинейного анализа, и более сложные виды реализации этого метода. Первым делом запускаем «ModuleSelection» для того, чтобы оценить, какие эффекты многомерные присутствуют в нашей базе. И при этом являются значимыми. Получили следующий результат. Вот эти двухмерные и трехмерные эффекты являются значимыми. Я разложил эти эффекты по столбцам. Изначально они были именно в том виде, как они здесь записаны. Это уже потом, после различных дополнительных действий, они немножечко видоизменились, некоторые из них. Для лучшей визуализации по столбцам я расположил главные эффекты, то есть изучаемые переменные. Единичками в этой области я пометил, собственно говоря, из каких переменных складывается тот или иной двухмерный и трехмерный эффект. Изначально эти единички были черными, а потом они приобрели синий или красный цвет. Об этом позже. Прежде чем рисовать вот эту схему и раскрашивать единички, я оценил каждый из этих многомерных эффектов на имеющиеся в них значимые микроэффекты. Ну вот, допустим, возьмем этот двухмерный эффект. Определяем контрольную группу. Перекодируем при необходимости. Запускаем, собственно, логолинейный анализ и узнаем, что значим вот этот микроэффект. Поскольку здесь идет речь о перекодированных переменах, получается, что значимо сочетание А4 равно 1 и А7 равно 1. То есть, функция организации протеста и функция информационной...